представители знака зодиака лев мои дорогие львы и львицы здравствуйте таро прогноз гороскоп события ближайшего будущего таро на неделю с 8 по 14 апреля давайте узнаем каковы подсказки карт будем конечно реалистами любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас но я так надеюсь мы с вами проведем приятное время и может быть глядя на метафору карт какой-то ваш личный пазл вы сумеете сложить и у нас сегодня две колоды я впервые делаю такой расклад и будем задавать наши традиционные вопросы но рассматривать с двух позиций и первая колода семьдесят восемь дверей где принципиальное значение имеют двери открыты и закрыты каков ключ и по как его подобрать и колода golden таро которая выполнена в классических лучших традициях итальянских карт таро и она рассказывает где-то о судьбоносности периода или дает прочувствовать наш эмоциональный фон что как мы видим этот мир как мы его ощущаем или какие планы мы строим поэтому давайте узнаем перейдем к нашему прогнозу и если мы говорим с 8 числа 8 апреля это у нас солнечное затмение завершается коридор затмений который начался 25 марта и это сила солнца мои дорогие львы больше оптимизма или когда мы чем-то определимся может быть какое-то доживю отчасти я не могу сказать что она закончится потому что у нас еще меркурий ретроградный до 25 числа и ну до конца апреля мы как будто невольно будем окунаться либо в прежние отношения в какую-то прежнюю историю или что-то завершать но теперь с 8 апреля мы как будто точно знаем наше направление курс уже избран или вы понимаете как вы представляете ваше качество жизни в целом больше оптимизма и настроение другое и так первая карта что важно знать чего не избежать или неожиданности чему сейчас не время или что вам может помешать а что вам будет помогать что скрыто дела работа бизнес финансы или энергия денег и личная жизнь как видят карты и теперь на колоде golden тарон давайте тоже узнаем на те же вопросы достанем по одной карте и будем смотреть какова неделя для вас мои дорогие львы и лица с 8 по 14 апреля что важно знать неожиданности возможно и чему сейчас не время а что же будет радовать что скрыто может быть и от вас скрывают или вы чему-то не придаете значение дело работа бизнес деньги любовь личная жизнь и что же важно для вас мои дорогие вот какой-то период ожидания двери закрыты и женщина которая присела может быть ненадолго в ожидании успела состариться а дверь заросла плечом эта дверь никогда не откроется вот важно знать что для меня ожидание правда в целом весь коридор затмений это можно свести кульминации слова ожидания ожидания это бывает терпение настойчивость когда мы понимаем мы чего-то не можем изменить или настойчивость в изучении в продолжении может быть какого-то своего плана но предполагаемой коррекции а есть еще и ожидание когда пустые надежды не жди и того кто не придет или не жди и когда какая-то дверь для тебя вдруг откроется быть реалистом мои дорогие что важно знать и правда вот удивительно я до вас мои дорогие сделала 4 знака зодиака и для меня это было открытие насколько эти две колоды карт в нашем еженедельном прогнозе казалось бы я использую обычные вопросы традиционные но они одна другую дополняют и эта карта двадцатого старшего аркана страшный суд что-то завершается вот вот это ожидание которое как раз мы говорим квинтэссенция в коридор затмений для себя определиться что это или я теряю время или может быть я теряю силы может быть я вкладываюсь все отношения которые не могут быть продолжены или какая-то история сколько бы я не ждал или не ждала не будет каких-то новых вариантов развития событий и по двадцатому старшему аркану нам говорят оставь вот иди уже дальше потому что на что-то не имеет смысла может быть это какие-то сложные ситуации мои дорогие в вашей жизни которые вас эмоционально не оставляют 20 старший аркан это избавление от боли избавление от страданий это когда мы в момент перехода находимся в своей жизни какой-то ответственный момент и нужно с одной стороны все же старший аркан быть готовым к неожиданностям потому что либо события вокруг вас как-то будут разворачиваться но это уже без эмоций чтобы не происходило мои дорогие это для вашей если хотите эволюции прогресса для того чтобы в конечном итоге вы были счастливы неожиданности в есть и выбор определенный но вот не в сторону пятерки да вот такой мечей когда мы просто сидим и чего-то ждем или не в сторону закрытых дверей или вы можете пересматривать кстати свое окружение вообще кардинально нужно быть среди тех людей которые вас вдохновляют и это очень серьезный пункт по крайней мере в вашей неделе вот этой на которую мы рассматриваем может быть и вы будете словно менять микроскоп на бинокль обдумывая поведение каждого человека или как он к вам относится есть сам по себе выбор и у кого-то в отношениях это может проиграться и этот выбор вы должны сделать сами вас как будто посмотрите закрытых дверей нет вам ничего не препятствует вы сами можете себе создать какую-то или глухую оборону или растянуть какой-то бесполезный период ожидания правда давайте мы посмотрим каковы же неожиданности вот посмотрите насколько карты нам говорят делай выбор и отправляйся вперед собственно только только то же самое только в другом контексте я сказала по первым картам что важно знать и в неожиданностях нам это дополняет шестерка мечей эта карта заслуженного успеха если у нас будет достаточно силы мужества какое-то дело начать или сделать этот выбор отплыть от прежних берегов и отправиться в путешествие может быть это жизненное путешествие успех определенно будет и быть внимательному к деталям потому что да мы ведь не знаем посмотрите трое лодки отплывают и вокруг темновато поэтому и карта нам говорит тебе придется какой-то путь словно пройти в темноте но посмотрите есть такой момент что выбор вы должны сделать не в сторону одиночества мои дорогие львы и львицы но где-то можно использовать это как подсказку вы действительно должны быть и счастливы и успешны больше радости должно быть вашей жизни и вот продумайте куда вас зовет ваша душа какие реалии есть на данный момент и что вы можете с ними сделать к чему приложить свои усилия так чтобы получить какой-то эффект как минимум давайте мы посмотрим вообще какие-то возможности перед вами могут открываться для кого-то если мы на этой неделе нужно делать выбор по поводу либо вашей дальнейшей судьбы траектории да вот так в целом а для кого-то конкретно может проиграться смена автомобиля кстати такое тоже может быть и вы будете выбирать какой практичней или тот который ну такой более в пафосный почему нет или более наворочено какой-то комфортный и вот чему вы отдадите предпочтение а для кого-то из вас поездка сама по себе еду не еду чему сейчас не время давайте мы узнаем рисовать себе иллюзии дверь закрыта семерка мечей вот эта колода она передает конкретику ситуации очень неплохо и девушка у нас рисует открытую дверь ей кажется кажется мои дорогие она сейчас дорисует свою картину дверь откроется но мы с вами знаем этого не произойдет и семерка мечей продолжает историю с пятерка мечей это правда не жди эту дверь которая от твоих как будто усилий не решится какой-то вопрос тут должен быть либо взаимообмен если мы говорим про отношения то есть это должны быть взаимо искренние какие-то отношения и не важно чего касается работы продолжение как вашего бизнеса партнерских отношений либо в браке либо в личной жизни либо в любви либо правильного взаимодействия с людьми это будет очень важно не создать для себя какую-то не нарисовать понимаете картинку и когда мы становимся зависимы либо от чего-то либо от кого-то чему сейчас не время еще одна пятерка мечей и вот посмотрите как по-разному выглядят карты но все то что я сказала до этого это имеет значение просто карты в позиции чему сейчас не время как и ожиданию как иллюзиям как рисовать себе картину даже если вы чего-то хотите достичь или хотите продолжить но есть какая-то реальность вот от этого надо оттолкнуться и с другой стороны действительно не жди того кто не придет или могут о себе напомнить тем не менее люди из прошлого и тогда обе карты говорят что но смотря какая конечно история у вас может быть 10 таких историй в прошлом одна касается личной жизни другая дружеских третье партнерских отношений четвертое с коллегами 5 с руководителями вот вы просто сами должны провести тот баланс гармонию своей душе установить чтобы с одной стороны было когда выпадает пятерка мечей нам жизнь как знаете испытания где-то и кстати по двадцатому аркану такое может быть мы ведь какой-то урок жизни должны извлечь так вот возвращаются люди и карта говорит что и пройдет какое-то время человек до или ситуация может быть похожей прежней или человек может воскреснуть для решения каких-то вопросов и от нашего правильного взаимодействия будет зависеть как мы в дальнейшем выстроим канву взаимоотношений если нам доведется опять контактировать либо с неприятным конкретно персонажем который вызывает злость негодование или не может быть достигнута взаимопонимания или вы вынуждены ну по работе такая ситуация когда руководителя вы не измените предположим или коллег окружающих по пятерке мечей есть какое-то окружение и карта нам говорит отступи полшага назад сохраняя нейтралитет конфронтация вот чему сейчас не время потому что жизнь с этим человеком но как будто все равно столкнет поэтому от того как мы умеем держать паузу и не включаться эмоционально будет зависеть от части ваше настроение но это тоже немаловажно в личной жизни король кубков может быть это ваш партнер по личной истории партнер по браку есть человек который вам интересен и он вам помогает тут буквально может быть вы ждете помощи от этого человека мне интересно тут у нас не говорят что что-то делает человек у нас русал изображен который весь в эмоциях ему что-то нравится приятно на но дверь-то открытый ему ничто не мешает выйти но он надежде просто где-то эмоциональных воспоминаниях как было прекрасно хорошо или какова была любовь может быть и вы ждете какой-то реакции от человека или мои дорогие у кого-то пятерка жезлов вы не смогли в какой-то момент рассчитывать на своего партнера или на конкретного человека или что-то вам не нравится в его тактике в его поведению его видение мира все все же тут по этой карте могут проходить люди которые рождены под знаком зодиака стихии воды рыба рак скорпионы мы в разных энергиях пятерка жезлов я называю это карта информационного хаоса или иногда она характеризует людей которые человек утром что-то обещает к вечеру он сам уже не помнит вот такое незрелость какая-то проходит до или хаос в его собственной голове в его собственной душе он не может чем-то определиться но вам это выпадает в позиции помог помогает может быть как раз на вам помогает разобраться в какой-то прежней своей истории пока человек определяется чем-то как будто вам он не мешает мои дорогие вот такой момент может быть или он вам дает какую-то информацию для размышлений быть реалистом от начала до конца что скрыто эта карта верховная жрица и это та которая все знает это вы можете мои дорогие что-то скрывать у вас есть какая-то своя тайна и предыдущая как бы карта я имею ввиду в колодах таро вообще и вот кстати по части golden таро я сказала что она в лучших традициях выполнена когда-то это была карта ля папеса и это великая тайна ля папеса и это олицетворение того что был период когда во главе католической церкви увы стоял не папа облали папеса это была женщина она скрывала что она женщина и теперь конечно и теперь этот факт вы много популяризирующих там и фильмы и книги и статьи и чего только нет но на самом деле никто не знает правду а на тех итальянских сайтах где я читала об этом кардинально другая информация но мы сейчас не об этом это действительно есть какая-то тайна которую вы можете скрывать от всех это ваша какая-то задумка но у вас великолепно работает на этой неделе интуиция мои дорогие что такое интуиция вас два старших аркана верховная жрица когда вы должны доверять голосу своего сердца когда вы должны доверять если мы говорим про интуиция это тандем прекрасной нашего интеллекта положенный на опыт не повторить какой-то опыт не уйти в режим ожидания повторяюсь и правильно распределить силы у кого-то из вас может быть придется отправиться и вы столкнетесь вот с таким императором это лицетворение власти может быть это высокие структуры чиновники представители может быть охраны правопорядка или какие-то провластные структуры такое тоже может быть скрыто может быть вы скрываете какую-то информацию и вам нужно что-то согласовать и сделать это именно по-своему но вверху у нас что важно знать здесь понимаете по двадцатому аркану страшный суд какая-то тоже история у вас заканчивается но себя определенно нужно беречь не нарушать закон вот это точно помнить что легкие деньги где-то опасны и это не только в двадцать четвертом году это на весь период 20-летний когда будет плутон водолея не рисковать и уважать власть уважать иерархию по крайней мере это демонстрировать и тогда можно выйти сухим из воды если какая-то прежняя уже история как-то обернулась именно прежняя обернулась каким-то ну как другой стороной о чем еще нам говорит карта не рисковать своим добрым именем не рисковать своим статусом мои дорогие львы и львицы не рисковать своей репутацией и финансовым где-то положением тоже дела работы бизнеса тут что-то как с нуля или неизбежные перемены по вашему месту работы у кого-то меняется руководитель у кого-то меняется график работы кто-то из вас будет планировать и кстати обучаться по части освоения новых навыков или какая-то как новая наука с учетом апреля пусть не на этой неделе тут правда тенденции таковы что посредством искусственного где-то интеллекта да то что семимильными шагами каждый день развивается я к примеру или какие-то еще возможности ведь у нас нет дверей по этой карте посмотрите наш шут как будто подобрал ключ к пространству к вселенной если мы говорим пространство вселенная продолжаем да это где-то эфир у кого-то это могут быть новые начинания или изучение обретения каких-то скиллов навыков по части работы посредством интернет может быть или айти технологии или как я сказала искусственного интеллекта может быть как заработки дополнительный доход тут есть определенный у вас какой-то интерес что-то вы хотите реализовать ухты а вот правда слушайте свою интуицию никому ничего не говорите потому что люди не поймут вот есть такая прекрасная поговорка дураку пол работы не показывай правда услышала я еще это ее ребенком и правда нет смысла вам делиться или кому-то что-то объяснять то что чувствуете вы вас не поймет никто он не представит или она какую-то вашу концепцию в продолжении или в конечном итоге у человека он думает по-другому и поэтому молчание будет дважды золото и себе где-то не навредить потому что молчание вам будет помогать то что вы задумали именно ваша должна быть победа у вас выпадает шикарная карта и посмотрите как неожиданность до успех 2 успеха если мы говорим дорогу осилит идущий или заслуженный успех от приложенных ваших усилий то здесь сама по себе карта победителя на этой неделе что так знаете как лед тронулся вот тут правда происходят изменения и это старший аркан словно пространство вселенная ваши ангелы-хранители помогают вас вам уйти от этих закрытых дверей в совершенно в каком-то новом направлении по работе по делам по бизнесу пособла по согласованию может быть по зарабатыванию как варианты до моих заработков и вот теперь уже сами по себе заработки или финансы четверка жезлов праздник после победы у кого-то правда будет поддержка вашего близкого человека который будет с вами как будто заодно или вы его какой-то вдохновите идеи и тогда для кого-то из вас это как единое целое вы будете думать в одном направлении и какое-то прошлое есть возможность шикарная оставить позади десятка мечей нам только об одном говорит закрывая дверь в прошлое мои дорогие правда новые способы заработка новые способы работы спины работы смены сферы деятельности одним словом все то что я только что сказала личная жизнь ухты а тут у нас еще и две карты ну вообще прекрасно посмотрите тут какую-то прежнюю историю вы можете обновить правда шестерка кубков это карта пусть говорят прошлого или где-то ностальгия или это те отношения которые уже проверены это кстати искренние отношения но рядом еще карта мага у вас возможности те отношения которые вам дороги перевести на новый уровень вы можете это в ваших силах изменить составляющую как и вопросах любви так и вопроса занятости заработка и денег давайте посмотрим и ведь что удивительно и вот вам пожалуйста четверка жезлов если мы говорим победитель а это праздник после победы по сути дела у вас дублируются карты мои дорогие и карты нам как раз хотят сказать о том что очень судьбоносный период посмотрите какие важные карты у вас продублировались четверка жезлов праздник после победы это то что я говорила как взаимопомощь выручка понимание может быть какой-то тандем с вашим партнером партнером может быть общий семейный бизнес дальше если мы говорим неожиданностях выбор но это выбор тот который приятный который к успеху вы как будто один другого будете дополнять тут правда в тандеме можно сделать что-то замечательное и окончательно уйти вот от этих ну так аллегорически говоря закрытых дверей или выйти из какого-то периода ожидания и шестерка кубков у вас ведь тоже где-то пересекается с арканом влюбленные удивительные карты которые смысл дополняют в нескольких позициях и если мы говорим нулевой аркан мои дорогие а следом идет первый аркан уже есть какой-то прогресс перекладывайте на себя мои дорогие львы и львицы и будьте счастливы будьте любимы всегда